Привет, мои любимые жеужики! Вы слышите главного жеужика планеты Земля Алексея Халецкого и в честь десятилетия выхода Seedmare Civilization 5 я продолжаю комментировать ФФА, которую я сыграл больше четырёх лет назад и не выложил. Я думал, почему не выложил, а потому что я её не комментировал, я просто играл и записывал, вот поэтому мне сейчас приходится через четыре с половиной года вспоминать, что там в пятой Циве. Турниры, кстати, ФФА, кстати, так, я сейчас что-то расстроился из-за чего-то, по-моему, я случайно купил, да, я случайно купил Пророка за веру, то есть я потратил 670 веры на Пророка, который мне совершенно не нужен на самом деле. Так вот, это был, оказывается, полуфинал турнира какого-то, фиг знает когда, ФФАшного. В пятёрку в основном все на шестерых играли, там, были, я помню, даже у меня были где-то и на 8, и на 10 игр, но это было очень тяжело удерживать, чтобы это нормально было, а вот стабильно было на шестерых. Я в войне с Египтом, потому что, ну, это началось ещё с начала партии, в общем-то, когда он приехал, там мне гадил, потом у него нашёлся... Я тоже, честно говоря, не понял, я нажал принять, а оно почему-то, типа... Ну, я принимаю, да? Ну, сейчас я проверю, ну да, вроде. Ну, только оборонки не думают с Карфагеном заключить. А то что будет? А то он будет со мной постоянно воевать, блин. Ну, естественно, счастья не так много. Ну, и у него есть морской город, который очень вблизи моих границ, который явно мне будет угрожать всю игру, а так как договариваться... С Карфагеном торговать? Не вздумайте с ним оборонки заключать. Я не знаю, кстати, почему Египет именно меня тут считает. То есть я, конечно, неплохо развился, но в моём представлении, вот в долгосрочной перспективе, из-за того, что я тут вижу, скорее Сиам может быть впереди. А он в соседях у Египта? Я пророком хочу просто пройти. Так что это странно. То есть тут я вижу аутсайдером Голландию, конечно, потому что у него просто мало городов, он где-то зажат. Правда, опять же, не полностью видно территорию. Когда ты будешь в уголь-то уже? Не полностью видно территорию. Правда. Скоро. Тебе сказать хоть где-то, чтобы ты рудники построил? А что, нет рудников? Левее Монако, наверняка у тебя фирма. Ты же говорил, его тут дофига. Ну, левее Монако я вижу один, а второй правее Утрихта. Ух ты, я ещё, я, наверное, решил, кстати, поселенцы... Две голды не дают пользу, не одну. О, вообще норм. Один молоточек, две голды. Если бы там ещё ГЭС можно было построить. Я думаю, что поселенцы я строю, чтобы на уголь поставить. А вот нафига я поплыл вверх Каравеллы, не очень понятно. Ну, Алифантина сейчас не берётся уже фрегатами. Зато я заставил Египет апнуться, ну и плаваю там. Ну, конечно. Католицизм протаскивают. Ну, это дополнительные голоса будут. Я кинул. Угу. Просто такая система... Какого там кошка мяукает? Это не у меня. Это у кого-то из игроков. Такая система, что... Если... Ну вот, в пятой циве можно сделать... Протащить как бы главенствующую религию и главенствующую идеологию. Так вот, человек, у которого не только основатель этой религии, а вообще у кого больше городов в этой религии, получит дополнительные голоса. Поэтому выгодно за религию голосовать не только создателю религии. Я, видимо, решил проверить, что там нету проплыва и вообще... А у него там сверху, смотрите, город-государство есть. Мне кажется, Египту этот город-государство имело смысл захватить. Ещё. То есть у него... Ну, может, и захватят, кстати. То есть у него получится два... Два морских города тогда. Хотя, может, тот город фиг берётся, правда. А я... Я представил, у меня, может, там... А, там выплыва нету. Видите, там всё льдами закрыто. Там выплыва из него нету. О, нашёл ещё кого пообстреливать. Но он в элефантине максимум два морских юнита может, на самом деле, держать, делать. Остальные я буду убивать, поэтому ему нету смысла. Мне кажется, там особо... Ему бы в самолёты выйти. Вот самолётами, конечно, он отобьётся. Но мне, наверное, в линкоры стоит. Но я в химии иду, опять же, чтобы производство было. Так, исследуем. Амстердам не на воде стоит. Монако на воде, но... Но далековато. Я не знаю, конечно, что... Египет в прошлой серии всё стращал голландца, что я к нему приплыву Монако отбивать. Это, мягко говоря, ну, бессмысленно, по-моему. Даже просто тупо плыть Монако отбить. Конечно, она станет моим союзником, я её освобожу, она станет моим союзником. Но зачем? Мне лучше выдержать флот здесь. Просто вот плавать по городам-государствам, дань собирать. У тебя там эти юниты Египта, который тут прибегал на меня нападать. Да, вот... Пророка Великого я очень зря сделал. Да, и всё, у тебя так плохо города растут. Ты фига не знаешь, ну, у меня долго очень... У меня, кстати, тоже плохо, плохо города растут. У меня аж один ресурс всего. Хлопок, и всё. В начале игры мне ничего было делать. Я же поэтому вас попросил в один момент в надежде, что кто-то согласится. А вы согласились? Так, прилично мне сейчас культурки поднасыпало, благодаря тому, что прошли... Прошла культура от Чудес Света. Готов к переговорам. Было 48 ходов культуры, вход теперь 80. Рассмотри, предложи или прими. То есть практически в два раза увеличилось за счёт того, что у меня много чудес. Да, вот тут, конечно, были острова. Знаете, вот если бы я раньше узнал, что там вот, где Сагунтум, есть остров, я бы, наверное, там, где Гиппорегиус и Утика, только один какой-то город поставил. Потому что, в принципе... Что? Говорю, своими силами справлюсь. Потому что, в принципе, оба города как бы другу мешают, и у них не так много территории. Ну, земельной территории. В отличие от шестой силы, где сводно ещё можно кое-что сделать, то в пятой... Я так понял, генералам отъедать, да, уголь у Праги? Суров. Суров, но справедлив. Народ, соли ни у кого нету больше. У меня есть. Ну, кроме меня. А что ты меня так со счета взбрасываешь? Ну-ка, я на конгресс выношу тогда. У-у-у, началось что? Ясно всё. А что, ты со мной воюешь, мир заключать не хочешь. Всё ясно. То есть, вам не кажется, вот... У вас нет ощущения, что Египет чисто против меня играет? Приходится. То есть, вот он делает только мне плохо во всём. Кажется, на диалог не идёшь, твоим же словами. Ты рабочего не можешь убрать от чеченицы? Или слона. Сидел себе спокойно на отшибе. Надо Египту мне погадить. Я ещё раз повторю, мне тут видится... То есть, да, конечно, я говорил, что у меня города выросли слабо. Да, столица у меня хорошо выросла, но все остальные слабо. То есть, у меня меньше городов, чем у моих соперников, и они должны побольше быть. Хотя бы, там, не знаю, 13-15. А вот эти 10... Ну, сейчас уже, как-то, 11-12. Ну, они по 10 были, маловато. Маловато. Ара, ты это едать собрался? Ну, да. Блин, я тут посел веду. Не-не-не, не вряд ли. Торгуй с голландцем. Как так? А куда ты поселы ведёшь, интересно? Меня подселять. Ставить на этот... Куда меня подселять? Ты реально уверен, что ты туда ведёшь поселы? Думаю, да. Ну, ты совсем не... Ты видишь, какая проблема с углём на карте, кстати, что... Как бы, 4 игрока только осталось. Ну, и у меня рядом всего лишь 2 месторождения, получается. Вот на этот... Ну, и ещё третий у Праги, будем считать. Но я на него не рассчитывал. Ну, вот видите, там Сиан будет сейчас. Он... Такая способность... Ну, чё, он окружил моё город. Сядь, он его не возьмёт, скорее всего. Много поляшет всего. Способность у генералов в 5-й циве, что они могут территорию забирать. Ну, чё, совсем не вариант, да? У меня? Я подсел уже привёл, блин. Ну, куда мне его теперь? Куда ты его привёл? Почему я его не вижу? Не надо тебе видеть. Наверное, в какое-то другое место всё-таки он мне в Праге хотел ставить. Куда ты, почему, привёл? Так вот, у меня 2 месторождения. Один я, похоже, веду поселенца ставить, а ещё одна около карфагена в 4-м радиусе. То есть она когда-нибудь добавится. То есть, в принципе, почему... Нет, даже в 5-м, да, в 5-м радиусе. Но всё равно добавится, потому что у карфагена очень много культуры, и, в принципе, даже довольно скоро добавится. И почему в пятёрке так важен уголь? Потому что... Ну, в шестёрке, примерно, он тоже важен, но он там вырабатывает электричество. А в пятёрке без угля нельзя вообще построить фабрики. Что, Unreal? И... То есть, если у вас нет угля, у вас нету производства, получается, без фабрик? Ну, блин, сухой сейчас голландец, конечно, науки получит со своей фарфоровой этой фигнёй. Так она же вроде не работает на договорах, которые до неё... Почему работали? С чего, увы, и не работали? Кроме того, идеологии можно принимать... Ну, да не так уж и много я ей получу. Когда вы построите три фабрики, если вы строите три фабрики, вы можете принять идеологию. Либо выйти в технологию радио, но фабрики строятся быстрее. Соответственно, тут даже... Вот на этом этапе игры важнее быстрее принять идеологию, потому что тот, кто первый принимает идеологию, может сразу две политики в ней взять бесплатно. Глазец, ты прям арбалетом плаваешь. Суров. Ну, да. Да, я искал этот твой остров, на котором чудо. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нём легко и просто. А, я, видимо, хочу поставить город на реке. Ну, это правильно, да, на реке, а рабочим сразу уголь обработать. Хотя, конечно, это чуть дольше времени, чем я себя прямо на уголь ставил. Просто на реке, если ставишь, что можно больше великих людей получить. А только один город-государство захватили, или ещё какой-то захвачен? Ну, короче, их 10 или 11. Не говорите, продайте информацию. Ну, в Вильнюсе, мне кажется, всё-таки Египет будет захватывать. А, как и Софию, может быть, сям. Где находится этот чудо-то? Так я же не знаю. А, ты ещё плаваешь? Под сопровождением, да, там плаваешь? Я просто плавал, плавал, и, походу, приплыл не туда. Я приплыл к Арфагену уже. Да сейчас у меня морские гезы будут. Будет проще. А знаешь, в чём и фишка? Нападать на города, по-моему. Всё правильно. Да-да-да. И на Карфагенский. У них конкретно бонус нападать на Карфагенский. Там прям плюс 300 миллионов процентов сразу. Прям подплываешь гезом, и тебе просто город отдаётся. А если ты построишь ещё, по-моему, оружейную, то там будет двойная атака. Тадж-Махал голландец построил, это золотой век сразу. Куда мне посел одевать теперь, а? Ну, подари мне. Я там город. Да, видимо, всё-таки не сюда. Давай больше сискоченого я поставлю. Снега. Да, не сюда, видимо, вёл Египет поселенца. Там где-то ещё, ещё в одном месте где-то себе Сиам отъел уголь. Ну, у него, наверное, много было генералов. Да, всё-таки остров был, да? Да. Нашёл я это чудо. Молодец. Где оно находится, расскажи. Я даже не знаю, как сказать. На какой параллели находится? Влево от Дублина. Или даже от Эденбурга ровно налево, если идти, то встретишь его. Нет, меня туда не пропустят. Ой, да ладно. Чё ты? Всё, зачистил наконец. Я тебя острова собрал, все руинки, всех варваров зачистил. Ну, это приятно. Видите, такой выплываешь, и тут у тебя ещё есть куча всего, что можно... Боже, ещё один остров, что ли? Похоже, ещё один остров будет. Там с шоколадом. Да, жалко, нельзя начать шахты строить ещё до того, как город поставишь, конечно. То есть, я так понимаю, Сиам будет аж двух генералов использовать, но... Ну, тут по-другому никак. Но когда он поставит крепость на уголь, он уголь будет как бы сразу обрабатывать. То есть, он раньше начнёт получать уголь, чем я, например. Голландец уже обрабатывает уголь. Он там предлагал, кстати, Сиаму уголь. То есть, скорее всего, в идеологии раньше выйдет Голландец, потому что он уже явно фабрики строит. Может, даже и построил. Ну, как бы, в одном из городов. Так что, думаю, что следующим или через ход... прикольно. Я могу поставить жителя на клетку с горой. Голландец уже будет принимать диалоги. Ничего давать. А, всё, я нажал и пропала возможность. А вторым, скорее всего, будет Сиам. Видимо, потому что Карфаген в игре. А, ну да, наверное. Потому что вот он, наверное, следующим ходом уже добавит уголь, а я только буду обрабатывать. Ну, и Египет пока без угля, получается. Демографию вот перед этим смотрели, открывали. Я вижу, что там я на втором месте по производству отстаю на 40 производства, но это чисто потому, что меньше городов у меня, чем у Египта. В принципе, сами города, похоже, развиты так же. Первый по науке, но там последний, по-моему, на 5 технологий всего отстают. Это нормально. Это не сильно. Так Прага же твой союзник, Сиам. Че, он не дает тебе уголь, что ли? Так она его не может обработать. Тупорывая, да? Это пипец вообще. Так, смотрю. Даю защиту городам, чтобы другие у них не могли дань. Ну, точнее, там могут дань потребовать, но им потребуется больше сил, потому что каждое объявление защиты городам и государствам это плюс 5 к их защите, что ли. А че это вы перестали союзниками быть? Че случилось? Да все равно сейчас нам перестанет быть. А, ты типа... Я понял. Отожрал. Так, в следующем ходу я буду ставить город, начну обрабатывать. Ну, тут я просто его, видите, держу в блокаде. Мне важно, чтобы его морские юниты не плавали. Я полностью контролирую побережье. Конечно, по-хорошему бы увидеть и противоположный континент, но что-то мне подсказывает, что с другой стороны у него нету городов. Скорее всего. Тут тоже все понятно более-менее. Да, можно немножко нашу каравелку попрокачивать. А, вон еще руинка внизу на этом острове одна. Это я, похоже, сейчас не знаю. То есть я, видите, оставил лечиться, хотя мог вниз спуститься и собрать руинку. Не заметил. Потерял. О, Химедзи. Я построю. Это хорошо. Это дополнительный бонус к защите городам. Это очень хорошее чудо. То есть не очень удобно на меня нападать. Так, вот Сиам уже получил уголь, начинает добывать его, а я только сейчас поставил город и только сейчас сколько ходов? Четыре хода. Видите, четыре хода. На самом деле за три хода я сделаю шахту. На самом деле за три. Ну и плюс я еще строю чудеса, потому что они мне культуру дают. Это в Конгрессе принято такое решение, что чудеса. А вот как-то добавился. Видите, в Карфагене пятым радиусом уголь добавился. Можно эти тоже обрабатывать. Но тут уже не особо важно. Этот уголь не так важен. Мне главное хоть один обработать и поставить три фабрики. кто сейчас получил 90 науки? Голландия походу. Ничего себе. Круто тебе. Ну, конечно, у него фарфоровая пагода за счет договоров. ходил возвращаясь от 90 науки всплыло у Флоренции. Да, так что ты бы там не позволял бы свободно гулять. пусть я не знаю. Та школько там у него города были в пять жителей, когда я обращал. А, не важно. Тридцать науки там давал. от этого. Тебе главное обращать города чужой религии. А, так это у него... Ну да, другие ничего не дают. Это у него способность верования. Он обращает города чужой религии и получает веру там за сколько-то жителей. Чё-то я только сейчас заметил, где столица Сукатая и где он вынес майя. Ну, ты даёшь. А зачем? Новость Сукатай. Мне нужно были места и города. А что, у тебя места не было? А почему? А почему там не голландцы, например? Коль там рядом. Так я за горами там реально а со мной. Там проход по одну клетку через горы. Ну да, кстати, Сиам реально у него империя очень длинная такая. Да, Сиам догнал всех по науке тоже. 1% все плотничком. Не вижу, почему бы Сиаму не догнать всех по науке? Ну, вставал на 6%. У него больше городов, он просто их развил наконец-то. У меня опять лидер, да? Да, да, надо тебя пилить. И он дальше будет, кстати, отрываться постепенно. Я считаю, что тут Сиам лидер. Лидер по науке вход Карфагенчий. Учитывая, сколько жителей у него. Даже у бедного Амстердама 19. У меня фивах у Левика больше. А Карфаген уже 30. Серьез, у тебя какие-то там заготовки есть, да, вот, речей? Значит, так, про эти, про два лишних каравана я уже говорил. Отметочка стоит. Теперь сколько жителей у Карфагена? Чудо Петра. Чудо Петра. Не, ну для Чудо Петра как-то поздновато уже. Чудо Петра рулит игру. А, всю игру рулит? Черт. Ну, так, 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 что у тебя не сразу же присоединились. А Петра здесь шикарная. Ну, я, кстати, я не соглашусь, что она прям шикарная. Она просто делает Карфаген хорошим городом. Без Петры было бы намного грустнее, тем более, что эти клетками не получается обработать фермами. Египет в порядке уже. Так что, голландец, ты ему продал все-таки уголь? Египет всегда в порядке. В отличном порядке. Лягу. мне нужна была кое-какая сна договоренность. А что, для того, чтобы он тебя напал, если бы ты ему не продал? На выгодных условиях. Для него это выгодно было очень. Не за просто так же выгодал. В итоге Египет принял порядок таким. Я, похоже, последним идеологию как раз приму. Это вот не очень хорошо. Так, в металлургию я выходил явно, чтобы красный форт строить. Это еще дополнительная защита. Только в этот красный форт дает дополнительную защиту от защитных зданий, если я ничего не путаю. химедзи кстати дает еще плюс 15% к силе юнитов на своей территории. То есть если кто-то на меня будет нападать, то мои юниты будут у меня сильнее. Так, кустика. Интересно, почему я хочу в археологию идти, а не в школы. Я, наверное, хочу немножко отстать по науке. То есть в принципе это даже выгодно. Видите, тут все довольно ровно идут, понимаете, да? Но если я начну немножко отстать по науке, для меня техи станут стоить дешевле, и я не так буду выглядеть лидером. Мне тут я не вижу какая-то технология нужна, чтобы прям быстрее-быстрее в нее выйти. Еще и люкс забрала соль. Точно. Надо еще работать. не обрабатывай, там же чувак внес в конгресс запрет. Видите, нету все-таки хотя я еще не все открыл, там еще вверх надо сплавать. Но пока не выглядит, что есть какие-то морские города с этой стороны. И вообще похоже, кроме Элефантина, еще только два морских города. Монако у голландца и чеченица, по-моему, у Сиама. Но Сиамский город мне вообще наименее как бы наименее опасен, просто потому, что если Сиам решит на нее нападать, то он будет это делать по суше. Это я. Поэтому я не думаю, что мне как-то на Элефантину стоит, ой, не на Элефантину, на Чеченице, я не помню, там Чеченица, все-таки у Майя стоит, или Текаль, что стоит беспокоиться по поводу этого города. Так, глянем на демографию. Первый стал по производству, но это благодаря золотому веку начавшемуся. По науке от последнего места всего 2%, ну, это две технологии на самом деле, две технологии. Еды маловато, то есть города не особо растут, особенно вот мне надо, честно говоря, прекращать карфаген выращивать и начать выращивать остальные города, потому что у меня остальные города реально маленькие, то есть надо как-то перебрасывать караваны в них, особенно мне кажется, вот тут надо было бы на острове. Все, там уничтожила, да, я опять опоздал. Так, где-то у меня голодуха началась, новые задания от городов государств выдают. Ну, по-хорошему сейчас бы стоит делать зоопарки и выращивать города. Переключать опять нету микроменеджмента городов вообще никакого. Вообще там никак не переключаю жителей на рост, не на рост. Ну, в Утике вообще слабенько с едой, в Гипарекиусе слабенько с едой. И вот Сугунтум, Сугунтум я бы еще вырастил. Ну, там сверху похоже София и все, и там больше невозможно ничего сделать. Ну, то есть, вряд ли там еще какой-то город стоит. Я про это. как у нас тут? Так, хочешь, чтобы обратили выслан? или ни в какую? Он курить отошел. А, да, я не слышал. И какать. Что я там пропустил? Ну, да, минус 10. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть вот так не рассмотрел с тобой типа можно договориться как-то или нет? О чем? Или прям на отказ нет? А, в принципе, мне... Мне важна безопасность моих жителей. Важно. В принципе, у меня бегают там на еду, но слабенько. Ты же понимаешь, как бы, то, что ты предлагаешь, это не очень не связано. Но как интереснее следующим ходом научный договор закончится с голландцем. А с Сиамом? Ну, кстати, кто говорил, то, что Египет тезер, он Египет последний по науке. Блин, печаль, слушай, серьезно. Да, печаль, действительно. И как ты теперь, и что? Не знаю. Эльфантина не растет не растет, бедная. Что делать, не знаю. Ну, как вы понимаете, он говорит, что он последний по науке там 2% разницы, то есть 2, 2 технологии, тут вообще нету лидера по науке. А что, кроме Сириуса никто больше идеологию не принял? Не знаю. То есть Легу отдал уголь Сириусу и тот раньше не ему принял идеологию? Это было эпично, да, это было. Это что-то новенькое. А давайте мы все не будем принимать идеологию теперь. Вообще? Да, ну, а че так? Может, это какой-то новый такой тренд пошел? Ну, я тут ерничаю просто потому, что у игрока не было угля вообще и другой игрок мог позволить сделать так, чтобы тот не принял никак идеологию. В принципе, никак. И сидел бы без идеологии, ну, или позже всех остальных бы это сделал. Но вместо этого он ему дал уголь и позволил Египту раньше всех наоборот принять идеологию. Наоборот, раньше всех. И сам до сих пор уже, по-моему, ухода два или три прошло, и он до сих пор не принимает идеологию. Это что-то очень странное, это какой-то, знаете, такой очень сильная помощь другому игроку. Это хороший бонус. Это и фабрики у него появляются, и, собственно, идеология. А фабрики это хороший бонус в производстве. поэтому мы и удивляемся, в общем-то, с Арой, с Сиамом, как так произошло. Как же это все произошло? Такое ощущение, что-то он с меня посмеялся, с моей песенки. Чего там? Да я не знаю, даже. О, наконец-то дал денег. Ну, расскажи нам, что ты один там, главное, давится? Как-то я бы не смеялся в прямой эфир, чтобы мы не слышали. В этом и прикол. А, то есть ты специально типа так давишься, понятно. не-не, ты что, все само, не-не-не, нет-нет, у меня золотого века, сама промка такая есть. Так, теперь еще нужно попробовать. У Праги теперь попросим. Ну, с каждого 245 монеток. и накопим на PlayStation себе потихонечку. Че, мириться не хочешь с оборонкой? Не сдается. Не знает, что делать, у него, короче, не работает эта схема, никто оборонки не встречает. Нет, не оборонки, а просто мириться хочу, торговать чем-нибудь. Ну, я не знаю, Sirius, понимаешь, я вот в войне, значит, я не даю, вообще не выпускаю никого из твоего города. Никто не плавает, ничего не смотрит, ничего не делает. Заключусь с тобой мир, начнут вот эти вот плавания, что-то там рассматривание, нападение, вот это вот все. Зачем мне это надо? А если я скажу, то, что я не буду плавать? То есть, у тебя полностью не будет флота в течение всей игры, да? Ну, ух, ну вот, видишь, вот, видишь. Это ядерная эпоха. Ну, а зачем мне это? Я, может, дождешь, может, линкоров захвачу этот город, боже, какая разница? Он-то захватывается с моря, я не хочу там мучиться, что-то делать ради этого. Понимаешь, вот в этом проблема, у тебя город прям рядом с моими городами морскими, где у меня караваны, я не хочу получить, а голландец, своими караванами, голландец, где-то там далеко, фиг знает где. Если он захочет приплыть, он конкретно приплывет, сделает. А ты вот прям рядом находишься. Что, что, что нет? Тебе три хода доплыть до меня, три хода. Во-первых, у меня нет мореплавания, во-вторых, ты веришь, что город с населением восемь жителей. А при чем тут восемь жителей? Достаточно построить какое-нибудь несколько, я не говорю, что ты придешь захватывать меня. Я тебе говорю о том, что ты, ну, напрягать, например, построить там, предположим, если будет война со мной, ты можешь, например, построить авианосец и с него запускать самолеты вот где-то в море оттуда. У тебя флота в десять раз больше, как я построю? А что, я буду, я что, я буду около тебя, что ли, находиться весь этот флот? Ну, а где? Нет, конечно, я сейчас все время около тебя. Я просто хочу, я хочу гарантии просто, что ты вообще не будешь использовать никакого флота. Ты это дать не можешь, но мне, согласись, мне просто спокойнее вот такую держать, вот такую... до эпохи атома. Да зачем мне это? До эпохи атома. Ну, вот видишь, то есть, я уже волнуюсь, что ты прилетишь меня там в ядерную ракету запускать. Мне же проще этот город просто захватить. Ну, захватывает, что ты его не захватываешь? Я держу вот в такой блокаде, нафига мне вот, я не хочу сейчас свои кровати подставлять, фрегаты. Держи, трат деньги на содержание. Ты же, ты же этот город поставил, чтобы можно было по морю плавать, там, приплыть ко мне подводной лодкой. Мне это не нравится, вот, вот в этом мы и не сходимся. Я не знаю, как решить эту проблему. Ну, у кого-то еще кошак-то? А это разве не твой? Нет. Ара, почему ты не хочешь ни в какую мое предложение принять? Ну, я хочу, чтобы ты тоже куда-нибудь соглашаешься. Хочешь, чтобы что? Я хочу, чтобы ты напрягался. Да. Ну, у тебя получилось. Что ты переживаешь? Мы же друзьяшки. Ну, судя по тому, что Сиам не хочет принимать оборонку от Голландии, а от меня принял, то, видимо, Сиам будет нападать на Голландию. По правилам, если мне ничего не изменяет память, у нас так было принято, что защитный пакт, если вы принимаете защитный пакт, вы не имеете права, пока действует защитный пакт, нападать на этого человека. Ну, это такой аналог союзов в шестой циве. Кстати, я помню, даже действовали ходов 20, как и в шестой циве, если я ничего не... Или 25, что-то так. Просто в шестой циве, к сожалению, не было реально этого механизма вообще. То есть, то есть, вы... Невозможно было напасть только в одном случае. Вот реально, прям, механика не позволяла напасть, только если вы были в войне и заключили мир. После этого 10 ходов напасть невозможно вообще. Так, закончился... Ух ты! В католицизм новый Карфаген обратился, закончился научный договор с Голландией. Нет, наверное, с Голландией еще до этого закончился. Блин, откуда у меня с твоей стороны везут варвары? Голландия. Ты мне? Да. Ну, я, наверное, отошел, когда напрягся. Ты куда там отошел? Ну, к своим границам. Ну, там посередине, сейчас я разберусь. Все, кругосветка моих кавалеристов зак... Ну, не кругосветка, а оплывание вокруг территории закончилось. Блин, а откуда у меня столько денег вообще? Два лишних каравана, может быть? Не, они не на деньги. Ну, как, один на деньги, но... Это ж... Чтоб столько это... А, у меня религия плюс. А, ясно. Ну, у меня с виду не 1715, откуда у меня... Откуда вход 63 монеты? Это я имел в виду. Ну, в принципе, да, с деньгами у меня все очень неплохо, поэтому... Что там, Египет говорил о том, что я буду тратить деньги на содержание флота, это вообще не страшно. Тем более, что мне флот это содержание с лихвой окупает, собирая дань. Ну, вообще, по-хорошему... Да, гильдию надо музыкальную, туда тоже специалистов. Я сейчас, так как рационализм принял, у меня каждый специалист дает, по-моему, плюс 2 науки. То есть, мне надо как можно больше специалистов. И, кстати, в Карфагене у меня не сидят все специалисты, что неправильно. Тоже на 30 с лишним жителей уже давно пора. Ну и зачем я выкупаю тут клетки? Прямо больше нечего обрабатывать, что ли? Вообще, надо было бы сначала фермы... Ага, у меня минус 1 счастье стало. Проблемка. Ну вот... Пару ходов и сохраним уже. Уже 3. Ну, следующий у нас. Ну, давай следующим. Который, может, часть проявляется? Ну, блин. Ни о чем. Да не, я завтра не стану тогда. Ну, отлично. Нас это устраивает, по-моему. Видите, только сейчас начал... Ты не ложись, что-то порешься. Только сейчас начал фабрики строить. Их... Сели играли. При этом, кроме Египта, все еще никто идеологию не принял. Это вообще удивительно, как так голландец подфартил Египту с углем. Это просто поразительно. Просто дать человеку принять идеологию. это... Ну, я не знаю, с чем сравнить это как... Например, в шестой циве тоже дать уголь человеку, у которого больше всего науки, чтобы у него электричество работало, и ему... ему... лаборатории еще больше давали науки. Что-то как-то... Да и то несравнимо. Тут идеология намного круче, на самом деле. Опять тут дань собрал. Все неплохо. Прага дала дань, Флоренция, Рагуса, Малака, по-моему, еще не давала. Так, а куда я только что деньги потратил? Тоже... Было под 2000. Купил что-то похожее в городе. Что, сейф делаю, да? Да, давай. Да, посмотрел, что купил фабрику в Сугунтуме. Ну, сейчас мы доделаем ход. Сейф делается, когда все сделают ход в пятой циви, потому что там... Ну, может, я походят, давайте, я сейф делаю. Да, там такая фигня есть, что может быть прокрутка хода после загрузки сейфа. То есть, там свои такие танцы с бубном еще были. Так что... Ну, я еще серию не заканчиваю. Я думаю, что я продолжу, когда мы еще сейф загрузим. дальше смотреть, маленькая серия получается. Так я походил. Да, ну, значит, следующим ходом, по идее... А, нет, еще Карфаген. Да, следующим ходом. Надо всем походить, а только потом своих будет. Да. да. Ну, то, что при заходе, там кто-то может не успеть ходить, кто-то еще что-то. А так все успеет. Следующим ходом у меня будет три, получается, фабрики. И, собственно, я для этого и покупал фабрику, чтобы следующим ходом можно было идеологию. То есть, я, получается, второй буду принимать идеологию. Это, конечно, очень странно по большому счету, потому что... Ну, то есть, на самом деле, тут Египет должен был последний принимать идеологию, а я, возможно, предпоследний. Ну, получается так, что я буду принимать вторым, а Египет принял первым. Хотя у него угля не было. Это, это, это очень странное решение было со стороны Голландии дать ему уголь. Ну, а то все. Так, Гена у меня в союзниках. Пускай пока так и будет. Она, по-моему, мне счастье дает. Пошел молоку в надежде с нее дань взять. И, минус 5 не хватает. Я походил. Есть. Отлично. Я, видите, из 4 городов буквально за сколько ходов ухода за 4 собрал 1000 монет. По-хорошему. Но мне бы сейчас дальше в Винкор идти. Мне бы дальше так, из Гипорегиуса в Карфаген на производство. Ну, лучше бы я, конечно, найду... Ребята, кто-то во рту идет? Ничего себе даете. Да, я иду во рту. Что, не видел, Ахимедзи построил красный форт. Да, но... Бонгут ты построишь? Да. Окей. Я просто решил брать элефантину фортой. Окей. Ну, ладно, все, давайте подождем. Ну, подождите, я еще не походил. А, не походил? Да, ты что, думаешь, а тут... Все, теперь я походил, делай с... Так, давайте перенесемся сразу к загрузке сейва. То, что ты мне оставляешь в тот город, и я там не строю ничего из морского. Вообще? Никогда? флот. Фига себе, а что тебе это? Почему? А я подумал, мне то, что мне армию надоело строить. Ну, бессмысленно это. Учитывая то, что я и так отставать начал, нафига мне это. Разбор понятно справел. Я так понимаю, что... Ты же понимаешь, Смотрел все стримы, короче. Ты же понимаешь, что это относится, и там, если ты какой-то новый город поставишь, то есть, в принципе, к твоим действиям на воде, чтобы я не видел никаких морских юнитов, в принципе. Ну, рабочая лодка не считается такой? нет, ну, если ты поедешь с ею там что-то разведывать, где-то плавать... Привезет тебя ядерную бомбу, То есть, как только я вижу какой-то юнит, который меня не устраивает, это все повторяется снова. То есть, я просто хочу обезопасить себя на море от тебя. Я тебя понимаю, окей. Я даже гляз тут публичную удалю. Точнее, подалью кому-нибудь. Мы, получается, еще раз ходим. Тотчас ждели. Сям, это ты принял автократия? Да. То есть, ты сейчас принял? Да. То есть, не компьютер? Нет, это я, это я. Это я. Это я. Это я. что, все как-то быстро. Все ходить могут? Да, я еще не знаю. Ну, так это живой сейф, не надо ходить. Ну, вот у меня сейчас тоже есть возможность принять политику. И у меня реально выбор между порядком и автократией. Ты свободу не хочешь взять? Нет. Прикольно. Не хочу. Я хочу либо порядок, либо автократию. Прям даже. А, вот давай повеселимся. Тоже автократию, ничего себе. Ну-ка, Илюш, смотри, вот Гляз, я его сейчас подарю и заключаем мир, окей? Обалдеть, давай. Ну, вот прошло там несколько дней, Египет подумал хорошенько и решил все таки. Ну, не знаю, это я скорее отошел. Видишь, да, Гляз? Да не вижу, я принимаю политики. А, ну, в общем, ты его увидишь в городе, потому что его больше нет. Скорее, это я несколько дней прошло, я забыл, как Египет меня обманывал до этого и решил, ну, то есть, вы слышали, мы договорились, что он не строит никакие морские юниты. Я за это, мы заключаем мир, и я, не захватывая этот город. Ну, и я, честно говоря, не очень понимаю, почему я принял автократию. Я считаю, что это все-таки здесь ошибка, тут надо было свободу принимать, оставшуюся вполне с моими, ну, может, у меня города были немножко не так уж сильно отъеты, но по-хорошему за счет свободы вполне можно было бы отъесть. Ну, возможно, я испугался Сиама с автократией, то есть сосед-автократ, это у него много, ну, как минимум, в автократе очень неплохая политика, которая удваивает все стратегические ресурсы, и за счет этого очень приятно воевать. Ну, и вообще усиливает армию, в принципе. Возможно, поэтому я взял автократ. Ну, и видели, Сиам успел при загрузке хода, он сразу кликнул, то есть мы одновременно приняли на самом деле политики, ну, одновременно вышли в идеологии, то есть он тоже построил на этот ход три фабрики, но он раньше меня принял, но я так понимаю, что я тут особо вообще интересно было бы подумать, то есть, видите, я даже не знаю, какой у меня план вообще дальше на игру есть. Воевать все-таки решил, да? Все. Ну, на дороге строишь сюда. где-то видишь дорогу в твою сторону хоть одну. Ну, рабочки повосхакивали зачем тогда? Ты не видишь, что не делаешь? Ну, я вижу, одна дорога есть, я не знаю, у тебя там она была проложена или нет. Дорогу соединяет мою империю вообще. части твоей империи. то есть, я думаю, что Сиам будет нападать на Голландию. Тайчин, о, я смог даже украсть у Голландии школу. Я удивлен, что он на свободу взял. Да, он у тебя инженер как раз для этого. Я вот как... Да, ну, надоело. Развлекуха. Полный фарш. Прикинь, мы сейчас будем с Сарой вдвоем в автократии воевать друг с другом. Вообще будет клёво. Ну, для Ары фейл, то, что он не может построить чудо это, как там для автократии. Почему не может? Вполне может первым уйти и построить. Ну, у него инженер, думаю, вряд ли будет в Чеченице. Мне вообще нравится, как ты вот так Сириус, знаешь, так из-подваль пытается сталкивать разных людей, типа мне вот жалко, что Ара не может построить. Как будто ему реально жалко. Нет. Он там сидит такой, блин. Я не сказал жалко. Блин, вот реально вот, блин, вот Ара жалко, он не может построить, не сможет построить это чудо, черт. Нет, я не сказал жалко, я сказал, что фейл для Ары в том, что он не сможет построить. тебе это реально волнует, да? Да, не переживай, Вот мы и говорим, мы как бы очень приятно осознавать, что кто-то в этой игре переживает за других соперников. Я, конечно, тоже не очень понимаю, почему я принял автократию в данном случае. А, Леш, можно я чудо-то найду сплавно, ты мне скажешь, где она, я не тут, где плыви, ладно. Рагусу ты нашел? Да, это твои материка нет вообще. Нет, ты высаживаешься около Рагусы, потом идешь еще дальше налево, там спускаешься на воду и плывешь влево. Ничего себе. Ну да, там хорошее чудо, опять же, у каждой идеологии есть свое чудо, которое можно построить только взяв эту идеологию. статуя свободы у свободы, как ни странно, Кремль у порядка и у автократии Прора. Прора дает очень неплохо так счастье. И вообще вот свобода плоха тем, что... Малак это на острове находится, что ли, да? Или нет? Да, это твой континент. На острове, на острове. Свобода именно идеология плоха тем, что дает меньше всего счастья по сравнению с другими идеологиями. Что-то перестали. Видите, уже слишком много... Мне надо апгрейдить апгрейдить фрегаты в линкоры, уже слишком много силы требуется, судя по всему. Ну и да, Бранденбург было бы неплохо построить, конечно. А нет, слушайте, дает. Ага, еще в Рагусе еще не прошло время, там же через некоторое время только можно требовать дань, то есть в Рагусе пока очень много очков. Намного надо больше силы, чтобы дань потребовать. Так, ну, можно теперь сплавать и к другим КГшкам получается. И с них еще... Ну, я тут очень много золота собираю, требуя дайни с гордого государства своим флотом. Это очень неплохо. О, уже стал не успевать ходить. Кстати, очень прикольно в Карфагене любовь к... Два хода подряд. А, у тебя тоже у голландца сидит, да? Ну, у кого еще? Тоже взял бонус к ворованию тех. Ничего что? Ну, извини, Лягу, слушай, ну, у кого еще? Фактически Лягу. Ну, то есть, мы в автократии взяли идеологию, которая помогает воровать технологии. Сириус, я не заключу с тобой защитный пакт, потому что если ты нападешь на Ару, я объявлю тебе войну. Вот я тебе так скажу. Ну, собственно... Я не нападу на него, поскольку. У нас с ним тоже баронка. Ну, в общем, я с тобой не буду заключать. Ну, как хочешь. Я не знаю, когда это там заканчивается, знаешь, вот это вот все. Мы только что заключили, как с тобой предыдущим ходом. Ничего себе, народ был скакивал. Варту идет? Там, наверное, кто-то тоже. Какой-то дежавю. Ты, по-моему, в конце прошлой игры тоже самое говорил. Ну, вот я вспомнил то, что во рту кто-то идет. Я тебе напомню, что я говорил, что это я иду во рту. Да. Ты еще спросил, ты Бранденбург построишь? Я ей сказал, да, я Бранденбург построю. Точно. Точно. Освежает твою память. Ну, это хорошее чудо, потому что он будет давать дополнительно очки опыта. А вот я о чем? Так хоть еще играет более-менее. Если мне не изменяет память, то как раз с Бранденбургом, ну, построив все здания на опыт юнитом, то есть бараки, оружейную, что там еще, какой-то еще следующий дай Бранденбург, вы можете, по-моему, юниты сразу то ли две прокачки, то ли аж три прокачки, делать? Жанец, а что там улан делает посередине? Да я просто там забежал глянуть одним глазом. Одноглазый там, что ли, встанье? Да. просто принятие идеологии вам как бы ничего не дает, вот только то, что вы внутри идеологии принимаете, я взял, чтобы шпионы в два раза быстрее воровали технологии. Блин, двух генералов пара, конечно, на этот уголь ухай дохал. Ну, а что делать? А то стоило 7 угля. Да нафиг на генералы, воевать-то не собирай. По крайней мере, генералами. почему стоит в автократии это брать? Потому что автократия реально отстает по науке и в свободе и в порядке есть неплохие штуки на неплохие идеологии на науку именно позволяющие получать науку. Автократия будет отставать. Поэтому вот это воровство шпионами очень помогает автократам не сильно. У него же фарфоровая пагога, я не понимаю. Да я отстаню все равно. Вот я что-то вообще забыл про это. Вот именно поэтому игры доигрывать не люблю. Лего, давай за твой счет тоже за твой счет. Сиди. Давай. Окей. Как на копишь предлагай. Производия первым месте по демографии, по войне, ну, по юнитам. и причем я по производству на первом месте даже без золотого века, что очень неплохо. Так, ну, в самолеты идем. Я, правда, с другой стороны, не очень понимаю, зачем мне тут самолеты. Прямо уж так. Может, мне все-таки в лабы имеют. Ну, и мне кажется, я боюсь все-таки Сиама. Я боюсь, что Сиам может напасть. Поэтому самолеты иметь тут всегда стоит. В отличие от шестой Цивы, это прям не такое, что-то ультимативное оружие. Но, правда, вот последние стелсы, они, да, от них, к сожалению, не отбиться. Но это же самые последние, тут до этого еще повоевать можно. Ну, практически вся карта уже открыта. Так, пойдем у Манилы дань соберем. Наверное, еще этим ходом она не даст. Плавает уникальный кораблик голландца, но это... Мне не страшно, честно говоря. Я не верю, что он может сделать такой флот, чтобы как-то мне навредить какие-нибудь мои... Я вот все-таки, Лего, объясни мне идею, что такое тебе дал Сириус, что ты отдал ему уголь, и ты теперь последний примешь идеологию. В чем прикол? Что это за стратегия такая новая? Надо было мне так сделать. Я ему несколько люксов дал и золото. Что может быть круче, идеология? Ранее. Что ты думаешь мне сейчас минус 13? Ну, свободу он все равно не взял, поэтому я ему... Мне это было в плюс. Сириус, кто-то мог другой свободу взять, получается? Ты бы вообще сейчас... Стуар не брал взял бы, только ты мог взять. Но я вижу, я срезу как раньше тебя. Ты очень много говорил про то, что ты хотел взять порядок. Я вообще ничего не говорил такого. Ну, ты в твою игре рассказывал, что у тебя много холмов, может, я, наверное, порядок возьму. Может быть, ты даже его и взял если всерьез первая не приняла диалоги. Ну, так Ара принял первую автократию, я взял автократию. Ну, ладно. Нет, ну, блин, все равно отдавать уголь... сейчас... Он ни у кого нету, нету ни у кого угля, нету ни у кого угля. Ты первый можешь спокойно принять. Я уже молчу о том, чтобы не дать соперникам, принять. ага, когда их построю, когда тут Арас сидит рядом и он не хочет оборонку заключать, а я последним парами дуэтс и там например, дать Ари уголь за оборонку. Например, такой. Нет, у нас был разговор что-то. Леса, говорите, кабель остражен. Алеш, да тут у всех большая армия, он даже я настроил. до этого у меня было 20 ходов большая армия, тебя это не смущало. Как только я с тобой заключил мир, сразу а зачем у тебя такая большая армия? Я вот сейчас обратил внимание на это, что у тебя первая армия. Потому что у меня все большое, понял? Съел? Что тебе есть на это ответить? Ты походу компенсируешь, там недостаток размеров другого. Так, ты не рассказывай наши проблемы постельные, хорошо? Держи втайне нашу мужскую дружбу. Саша, прошу. Это удивительно. Так, что, теперь приму. Покупка юнитов меньше. Ну, я бы на что-то на счастье взял. Ну, ну, то есть, я сейчас взял, что раненые юниты наносят больше урон. То есть, учитывая то, что у нас культурка чудес, что бы не построить. Не теряют, не теряют урон раненые юниты элитные войска. А, нет, наоборот, раненые юниты наносят на 25% больше урона, чем не раненые. Я руину нашел. Оно, конечно, прикольно, но сейчас-то мне-то зачем? Ты только сейчас национальный эпус строишь, лигу. Ну, все плохо было, мало какого вообще не было. Я там в тот момент чудеса клепал. Нужны были очень, да? Ну, да, сейчас культура есть. Ну, там в Голландии совсем плохо. Я думаю, что все-таки Сиан очень скоро будет нападать. У меня устали одна клетка 4 еды и вторая это полдер. Все остальное это 3 пищи там 2 клетки. В остальное по 2 пищи. Я вообще не знаю как отжирать тут и чтобы нормально было. Тут только караваны бегают. То, что получается. То есть, я считаю, что как раз голландцу надо было спешить. О, дает Манила 255 монет. Он 1 монако разве что нормально и то я не знаю как его удержать. голландцу голландцу как раз надо было спешить в идеологии и видимо ему брать автократию как мне кажется. Хотя блин, даже нет свободу. В свободе есть классная штука 6 бесплатных этих легионов. он первый выходит в свободу а потом еще принимает идеологию 6 легионов и он уже не берется вот сейчас. Вместо этого он отдал уголь почему-то Египту и сам до сих пор идеологию даже не при... Ну, все равно сейчас будет принимать свободу конечно. Судя по всему. Но это настолько поздно. И вообще успеет ли? и будет ли? Не знаю. Я считаю, что это все очень поздно для Голландии. А, научный договор открытые границ. Ну, почему нет? А, это я у него просил открытые границы, чтобы тут все исследовать наконец. Ну, то есть, видите, я все море уже вижу. У меня осталось только территорию Сиама и Египта. Что это тут за скачки такие? На перегонки. Дерби. Чеченицкое дерби. Это последний дам стардам а тот лох. Да, да. Ну, вот видите, в чеченице он тоже может какие-то морские юниты строить, но... хотя атомная подводная лодка никогда не помешает. Так, какое-то предложение в конгрессе или голосование сейчас будет. кто-то там Коломба у Сиамы перекупает. Ну-ка, ну-ка, глянем, кто это? Никто, нет союзников у него. А что оно перестало? А что ты сделал, Сиам? Просто кончился. Чей? Не, оно обычно как бы вначале выскакивает, а тут получилось как бы... Такое ощущение, что он что-то сделал. А, он Дань попросил. Ясно. Ясно. Так, ну, я надеюсь, те, с кем я торгую с Солью все-таки против проголосуют? Бана с Солью. Ты торгуешь с Солью? Не с тобой. Разрешайте сами. Я проголосовал за чудеса. Ну, там второе предложение. То есть, одно предложение забанить ресурс роскоши соль, чтобы оно счастья не давало. Второе предложение культура от чудес природы. Нет, чудес света, а чудес природы. У меня рядом чудес природы нет. хотя есть одно. Точно, у меня же есть у Сугунтума одно. Но там, на самом деле, такое. Там немного мне это прям будет. вообще, с другой стороны, приятно. Почему бы и нет. Так, с Козила, видимо, плыву дань собирать. Да, вот тут у меня, короче, города-государства очень неплохо расположены. Я действительно могу по кругу плавать и просто с них собирать дань. Защитный пакт. карту в районах нашел. 260. Ну, мне еще не все подплыли, можно будет попросить чуть позже дань, очевидно. не знаю, я плыл туда кавалерии, если обратно возвращаю. Так, карта вся более-менее понятна. Ну, ладно, тогда я на этом буду заканчивать эту серию. Напоминаю, что продолжение вы увидите завтра, а спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Конечно, я, кстати, долго записываю это все, видите, то, что заново приходят и все комментировать, это намного откладывает выпуск, потому что так-то я планирую вообще в сентябре это все сделать, а сейчас не знаю, он, наверное, в ноябре появится, судя по всему, этот ФФА. Так что все долго-долго. Ну, не важно. Спасибо, что смотрите, играйте в умные игры и продолжение завтра. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok